Этот момент стал, пожалуй, одним из самых эмоциональных на торжественной церемонии награждения футбольного клуба «Олимпийц» по итогам прошедшего сезона. И здесь даже заветный кубок ПФЛ меркнет на фоне любви Нижегородцев к отдельно взятому футболисту Антону Хазову. Он завершил карьеру игрока, но остается в системе клуба. Но непосредственно команда уже в субботу, 8 июля, стартует в первенстве футбольной национальной лиги. Начинаем в качестве хозяев чужого поля. Домашние игры «Олимпийц» будет проводить в Зержинске на стадионе «Химик». К этому можно относиться по-разному, но факт остается фактом. Болельщикам придется покататься в город «Химиков». Область готовится к чемпионату мира. Да, действительно, мы пошли на этот нетривиальный шаг, ввиду того, что сейчас все объекты становятся под реконструкцией чемпионата мира. Мы сейчас полностью практически реконструируем стадион «Локомотив», меняем поле, легкоатлетическую дорожку. И в силу реконструкции и, соответственно, строительного графика мы можем вернуться на этот стадион 1 октября. Мы планируем эту дату и хотим, конечно, большую часть осенней сессии сыграть непосредственно уже на «Локомотиве», уже на подготовленном стадионе, на другом уровне поля. Немножко подождать, ну, наверное, стоит всем и болельщикам, и нам потерпеть с этим газоном. Мы были уже на новой базе, мы видели, что это такое. Мы были на новом стадионе, тоже понимаем, что это за сооружение. И один год можно потерпеть. Именно потерпеть пришлось и самим футболистам в весенней части первенства ПФЛ. Именно там, в заключительных восьми матчах, и решилась судьба путевки в ФНЛ. Пусть и с запозданием, но награда нашла своих героев. Кубок ПФЛ в руках игроков-олимпийцев. И это всего один шаг. Впереди еще долгий поход до пункта назначения, имя которому – Премьер-лига. Регион, который принимает чемпионат мира, регион, который создал современную, самую современную по мировым стандартам и стадион, и базу, должен иметь команду высшего уровня, играть в элите российского футбола. Мы не говорим, что это должно произойти завтра, но мы должны понимать, что сегодня, выходя на поле, мы делаем шаг именно к созданию такой команды, которая будет представлять наш регион в элите российского футбола. Понятно, что это вопрос даже ни одного сезона. Возвращение нашего города на карту российской Премьер-лиги – задача непростая, но вполне решаемая. И первым пунктом на пути к вершине станет сдача экзамена в виде выступления в ФНЛ. Николай Писарев сохранил костяк команды, но есть и некоторые изменения. Так, на празднике болельщикам официально представили 8 новичков «Олимпийца». А главный тренер промолвился нам, что это еще не все трансферные новости. Ну а уже 8 июля будем ждать победных новостей со стадиона «Химик». Там в 16 часов «Олимпиец» проведет первый матч сезона. Принимаем курский авангард. Григорий Ожигин и Владимир Гайдай. Объективно. Спорт. ННТВ.